Объявление этих референдумов позволит Путину сказать, что части Восточной Украины теперь часть российской территории, и он оставляет за собой право использовать ядерное оружие для их защиты, отвечая на атаку Запада. Мы видим, что он уже объявил частичную мобилизацию. Что бы это ни значило, на деле она может оказаться не такой уж частичной. Я думаю, что Украина и ее западные союзники должны фактически исходить из того, что никаких этих референдумов не было. Кремль может говорить и делать что угодно, но это не означает, что так и есть на самом деле. Мне кажется, что именно желание не провоцировать Путина без необходимости — это идея, которую проводит президент Франции Макрон, накладывала ограничения на действия Запада по поддержке Украины. При том, что желание какого-то западного лидера быть переговорщиком допустимо, в конце концов, Путин все равно делает то, что ему захочется.